приветствую вас мои друзья и гости канала с вами Максим Миколомейцев и давайте мы с вами поговорим про жилой комплекс точнее апартаментный комплекс почему называется жилой апартаментный комплекс лучезарный и все-таки обсудим плюсы и минусы я сейчас специально приехал да пообщаться с застройщиком не застройщиком мы реально как бы хорошо пообщались много какую информацию для себя подчеркнул и хотел бы с этой информацией с вами поделиться ну во первых да наверх во первых давайте все-таки посмотрим дорогу да сколько же во время займет мы сейчас стартовали с этого комплекса и едем и так общая информация апартаменты комплекс лучезарный это бывший пансионат лучезарный и соответственно его сейчас выкупили до делать реконструкцию делают ремонт покупают технику и мебель и продают вам готовый апартамент под снег 220 тысяч рублей за квадратный метр и сейчас вот это вас скажет макс ты чё с дуба рухнул какие 220 тысяч рублей ты находишься непонятно где а мы находимся не непонятно где находимся как раз на той зоне где у нас хорошо и комфортно отдыхать потому что например тот же самый апартаментный комплекс лучезарный находится на трех и на трех целых двадцатых гектара земли и соответственно там помимо этого здания еще продаются виллы точнее будет продаваться там же еще у нас есть еще одно апартаментное еще есть апартаменты и в общей сложности построек на одном гектаре да все расположились и как мы с вами выяснили уже получается 2 и 2 гектара свободно это зеленая территория это хорошая пляжная полоса это закрытый ребят частный пляж свой закрытый пляж да может быть кто-то гости и будут проходить но они будут за это отдельно платить потому что территория по сути да и проход идет часто кто-то скажет это незаконно ребят ну наверное незаконно но у нас есть такие пансионаты как мертвы те же самые салют и так далее и тут туда вы тоже спокойно возьмете и не пройдете поэтому что есть то есть что касается у нас встречи моментов до фонтанчики будет бассейн будет хотя я думаю там бассейн это идиотизм потому что до моря 30 метров 30 метров опять же про само море я в специально прошелся прогулялся море без волнорезов море по-настоящему красивое море пляжная полоса очень широкая потому что всю неделю я почти каждый день приезжал к друзьям в район который называется у нас курортный городок в адлере и я видел что за уродство пляж да 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 именно пляж очень узкий там невозможно не отдыхать ничего здесь конечно же в этом районе комфортнее брать и отдыхать следующий вариант договорились компанией да с большой компанией редисон да да та самая компания куда ходят нас отели парк ин и парк ин то на четверки редисон пятерки что все-таки они будут и управляющая компания под их не гиды а что это значит это значит что все-таки номера будет у нас и по территории проходит под пять звезд соответственно и пиарится и продаваться не будет и также вы сможете получать пассивный доход пассивный пассивный доход что касается продаж продажи у них в принципе идут довольно таки неплохо если я там не продал ни один апартамент это не говорит о том что не продается в общей сложности уже там купили на 96 миллионов рублей на 96 это это в принципе ну нормально я думаю что 20 апартаментов уже спокойно там уже купили поэтому перепродажи скорее всего буквально через полгода появится я думаю что данные апартаменты подойдут к цене 300 тысяч рублей за квадрат теперь вы спросите а компания которая делает компания хорошая надежная ребята молодцы очень много чего не построили и они реально заслуживают уважения поэтому лично я рекомендую опять же да многие будут спрашивать а что бы ты выбрал ада джо или например или все-таки вы выбрал бы ты вот этот апартамент комплекс лучезарные ребят ну они примерно два одинаковые а дальше уже на ваше смотрение вы смотрите сами что вам больше по душе но здесь . входа дешевле здесь вы можете еще войти за 4 миллиона 600 тысяч а например вода джо уже . входа 6 миллионов отсюда делаем выводы что скорее всего здесь будет получше опять же если например братья и за счет того чтобы было море до близко то ближе чем в лучезарном море просто в природе не бывает если только вы не возьмете лодку и не будь но это в лодке жить или на лодке жить скорее всего в лодке жить потому что лучезарные по сути у нас самые интересные по расположению опять же да опять же опять же опять же опять же дорога до дорога вроде бы такая да некомфортно но рядышком есть у нас остановка которая называется лоу да и вы слоу можете доехать хоть до краснодара ходе имитинской низности хоть до центра сочи хоть докуда понимаете есть электричка не обязательно вам братья передвигаться на автобусе но опять же если мы смотрим с вами что есть у нас то будет большой конференц-зал там будет кинотеатр там будет свой пляж шикарный там будет бассейн да и целая куча развлекалов опять же хотят там анимацию детскую привлекать все это есть то задается вопрос а смысл тогда братья куда-то уезжать а смысл куда-то и в любом случае где бы вы не остановились например остановились в центре сочи а например поехали вы на экскурсию на крас поляну вам все равно придется туда ехать например остановились вы в адлере а захотели например искупаться в одном и самом лучшем аквапарке например aqua low да и вы все равно поедете в лоу да и так далее таких примеров могу вам перечислить очень-очень много поэтому большому счету да как бы одно дело когда вы выбираете себе привязку когда вы работаете да приехали на пмж то действительно конечно брать центр да какому-то там улицу там транспортную там взять бытку и так далее а когда вы приезжаете отдыхать я могу сказать что везде отдых одинаково будет хорош одинаково будет комфортный например вот мы живем в центре да а периодически мы отдыхаем там либо едем на красную поляну либо едем в абхазию либо мы едем какой-нибудь загомыс в баню так далее мы не привязываемся к центру я могу сказать что я уже забыл как последний раз был в пляж ну как бы в парке ривьера а если у меня спросите когда последний раз был в олимпийском парке в олимпийском парке я был вчера вот такая штуковина а в догомысе я был три дня назад понимаете однако раз поляне я был пять дней назад вот вам и ответ отсюда давайте сделаем вывод когда вы сможете вариант для отдыха то по барабану где вы остановились главное чтобы было близко море до чтобы можно было утром сходить а не ездить на каком-то транспорте чтобы была у нас ровненькая поверхность особенно если вы с детишками в особенности с коляской ну и конечно же чтобы были хорошие добротные номера чтобы чувствовать что вы находитесь на отдыхе да на отдыхе на самом лучшем лучшем курорте в мире самом лучшем городе в мире да сам прекрасном городе в мире да и для этого нужно взять что-то более-менее нормально как примеру апартаментный комплекс ададжу либо как апартаментный комплекс лучезарный да не путайте с гостевыми домами которые есть у нас в адлере в сочи и так далее да где просто не за этом отдыхать просто стыдно в таких гостевых домах я просто посмотрел контингент да вот гостевом доме когда приезжал вчера за своим другом алексеем приезжали повращаться это это алкашня это ругающийся все это просто жесть там просто даже хотел сначала заснять потом думаю не надо думать снимать не на эти чернухи поэтому ребят будьте не знаю там уважайте себя отдыхайте так да чтоб потом было желание взять и вернуться в город сочи отель от места да много чего зависит я помню как пираса в турции в турцию мы приехали приехали не удачные отели в итоге я в эту турцию парафинил на каждом шагу и я понимал что я очень сильно заблуждался я сделал огромную ошибку по одной простой причине когда мы поехали в другой отель да и отель там был просто потрясающий да и место я выбрал такой зелененький кемер там подобное и там я понимал что все турция это все и лучше турции ничего в этой жизни почему в этом мире нет но пока я приехал в сочи и понимаю что теперь турция да они молодцы но до сочи им далеко сейчас я понимаю что но бегут хейтеры скажут макс ты еще а турция круче там жрачка есть ну да жрачка есть согласен как мой друг сказал алексей да они были в турции да там только кроме жрачки привязаны к жрачке и больше ничего никаких не развлечений ничего здесь за 10 дней они где только не побывали и остались довольны да и сами шашлык готовили сами там то делали сами это делали в общем остались просто там довольны и говорят что обязательно вернуться еще зимой потому что зимой хотим тоже посадить на лыжах прокатиться как хозяинка в жизни катался в общем теперь жду друзей в зиму вот такая штуковина ребят отсюда отсюда давайте сделаем еще раз с вами выводы до догомыса мы доехали до центра догомыса мы доехали за 10 минут до самого центра сочи мы поедем ну может быть еще поедем минут семь в итоге ну образно давайте там округлим 20 минут и мы с вами находимся где нет неправильно лифмуется мы с вами попадаем в центр сочи дорога в целом я бы не сказал что не комфортно да немножко серпантина было три километра ну и что у нас серпантин встречается и в черте города поэтому ребят не привязывайтесь да не не прикапывать так жестко да вот к этим моментам видео встречается серпантин да опять же вы когда едете у нас например на ту же самую смотровую площадку ахун да вы же едете по серпантину вы же не отказываетесь поехать туда потому что там видишь ли некомфортно поэтому отсюда делаем вывод до комплекс хороший комплекс достойный и здесь уже больше наверное критики будет это от тех людей которые не могут позволить купить себе апартамент с ремонтом с техникой с мебелью на шикарной территории с частным пляжем своим да с парковками бесплатными с огромной территории за 4 миллиона 300 тысяч те люди которые могут свет позволить я думаю не будет отношение к данному апартаментному комплексу другое опять же апартаментный комплекс в первую очередь стоит рассматривать не в качестве ребята послушать меня не в качестве покупки недвижимости в качестве хороших инвестиций потому что недвижимость такого плана в сочи на первой береговой линии это действительно это у нас это у нас конечно же актив понимаете но никак не пассив если вдруг кто-то не разбирает что такое актив и пассив почитайте книгу богатого победный папа я думаю вам будет полезно опять же да многие из вас спросит да как все контролировать вот что ададжу да что лучезарном будет управляющая компания которая возьмет все риски все соответственно руководство все обеспечение бизнес-процессом на себя а вы просто получаете пассивный доход мало того что ваша недвижимость каждый год растет да и опять же я могу сказать что наверное до 350 тысяч рублей за квадратный метр возрастет у нас и апартаменты комплекс ададжу и конечно же возрастет апартаментный комплекс лучезарный да и целом да я думаю что там будет стать очередь если мы возьмем с вами ададжу сегодня приехал они пока оставили в продаже апартаменты только 52 квадратных метра что в свою очередь ну не совсем рентабельное вложение за 11 миллионов рублей 52 квадрата покупать которые у них были поменьше они взяли и приостановили продажи в этом отношении конечно же лучезарный сейчас выигрывает если же кто-то скажет а можно ли купить для себя если для себя качестве отдыха там не на месяц приехать на два месяца а чтобы в интервале между вашим отдыхом управляющая компания занималась сдачей то да однозначно подходит если же мы рассмотрим какого ближайшего конкурента да ну из конкурентов кто у нас может быть это наверное в районе светланы это опять же есть у нас в районе олимпийского парка но в олимпийском парке такие страшные апартаменты что даже знаете даже желание не туда ехать или что-то снимать все-таки апартаменты достойные красивые там где хочется отдыхать и жить это все-таки у нас в районе догомыса может потому что конкуренция здесь большая может потому что не такая сильно разручная курортная зона да но здесь у нас взять что жилые комплексы да они на голову выше иду чем сочи чем в адлере да любой жилой комплекс вот взять там место под солнцем солнечный догомыс босфор квадро нереально все классные что мы возьмем свои апартаментные комплекс до лучезарные до ададжо но они реально классные что мы возьмем с вами те же самые тонхаусы да одни тонхаус у нас уже все ушли больше их нет продажи сегодня застал новые тонхаусы которые называются каньон да такое качество безупречное так грамотно сделана территория да ну реально там продаются с чистовым ремонтом и принципе конкуренции нет вот я сейчас тоже дам одним загорелся сейчас дождусь надю и мы с ней поедем смотреть и она мне своей стороны скажет понравилось это и или не понравилось в общем она оценит вот такая штуковина ребят теперь что касается у нас да теперь что касается у нас инвестиций инвестиции однозначно это у нас актив инвестиции понятно что как бы спокойно вы заработаете сто процентов ну и опять же да это прекрасный вариант я еще раз скажу всем да кто кредит о своем бизнесе в сочи кто хочет заниматься именно сдачей сдачей квартиры в аренду да и тому подобное и получать пассивный доход это прекрасный шанс взять и попробовать этот бизнес подойдет не подойдет понравится он понравится если вдруг вам все подойдет вам понравится то тогда уже можно спокойно продавать эти апартаменты и рассмотреть вариант о покупке например например по покупке гостевого дома да если вам нравится заниматься вот этим расселением если вам нравится там стирать убирать ухаживать да вот если вам все это нравится это такой вот эти апартаменты своего рода будут пробник опять же да кто-то спросит какие гарантии ребят ну гарантия не дают 99 процентов что все развернуться будут делать гарантия то что они работают с вами в процентах до 30 на 70 соответственно 30 процентов они забирают себе а это означает им выгодно точнее руководителями выгодно чтобы ваши апартаменты сдавались чтобы они зарабатывали понимаете чтобы они зарабатывали это изначально и лучезарный и ададжо сделан именно для этих целей чтобы не заработать не заработать не на продаже тех или иных апартаментов а на долгосрочном обслуживании сейчас тоже если честно ищу такой бизнес да где можно было например раз сделать продажу и потом всю жизнь получать доход ну реально вот как бы вот я вижу вот это так вот например вот мне нравится в этом отношении связь да вот продали мтсовскую сим-карту за 100 рублей и потом тебя всю всю жизнь доит тебя да там по 500 там по 1000 рублей в месяц тебя снимает или например у меня друга занимается глонасс мониторингом да он взял вам установил глонасс за по образу за 5000 рублей и потом вас всю жизнь доит этим обслуживанием да там буквально там не знаю 120 рублей в месяц выходит если не ошибаюсь это супер да или например как банковский продукт дали тебе даже ту же самую дебетовую карту и каждый не знаю там как каждый год ты должен там за нее 1000 рублей отдать супер ну конечно бизнес просто потрясающий здесь то же самое да здесь продается апартамент сейчас такой стадии все и цель потом просто на управляющей компании брать и зарабатывать 30 процентов да да инвестора зарабатывают кто купил 70 процентов но они не меньше инвесторы максимум там купит пять-шесть квартир да и заработать столько-то управляющая компания заработает вот в целом с вот не знаю вот вот с этого большого да вот с этого большого вала поэтому поэтому я наверное на месте застройщика тоже что-нибудь такое придумал потому что в принципе в принципе да даже вроде бы и в собственности нет ничего да и в то же время это хороший готовый бизнес под ключ если мы с вами рассматриваем что с каждого апартамента у нас управляющая компания зарабатывает в год двести тридцать тысяч да например вот собственник апартамента зарабатывает пятьсот тысяч и если мы даже возьмем даже вот если взять на обслуживание например те же самые хотя бы двести апартаментов двести их там гораздо больше да то мы можем сделать вывод что двести апартаментов это у нас значит так сейчас скажу два и три пять миллионов пять миллионов у нас получается в год да и если мы пять миллионов берем и делим с вами на двенадцать то мы прекрасно понимаем что это четыреста тысяч до четыреста пятьдесят тысяч рублей может быть это в месяц пассивный доход этому посчитали всего лишь двести апартаментов да и при самом минимальном при самом плохом да ну четыреста тысяч я считаю это нормально да там можно будет потратить там управляющие компании там сотрудник есть еще кто-нибудь можно там выкинуть определенную сумму денег там ну например даже половина все равно если двести тысяч остается собственник это уже неплохо конечно то скажет мало там подобное еще раз ребят повторюсь там не сто апартаментов да стоп стоп извиняюсь ребятам это умножили на десять извиняюсь извиняюсь мы давайте прибавим с вами еще один нолик да и получается все-таки в месяц у нас будет зарабатывать управляющая компания с двухсот апартаментов не четыреста тысяч рублей а будет зарабатывать четыре миллиона рублей все все из ребят извиняюсь в месяц четыре миллиона да вот это уже нормально то это думать что-то в голове считает что не то получается четыре миллиона рублей будет за него брать тот человек который организует весь этот бизнес я могу сказать если возьмется такой человек как например у меня есть друг сергей кныш да если типа такого человека то он выжмет по максимум сто процентов он обеспечит такой поток что там даже простаивать не будет я вот знаю такие люди есть даже если я например перешел в такой бизнес да просто на было бы скучно я бы смог бы сделать там процент дополняемость там под 90 процентов смог бы раскрутить и рекламу и всем остальным ну все ребят мы с вами доехали до донской до время у нас заняло 22 минуты буду сейчас я брать и донскую проехали через шеи переехали виноградную сейчас у меня я сейчас по мою машину быстренько и в принципе буду свободы поэтому ребят лучезарный еще раз повторюсь это хороший вариант гораздо лучше например чем брать апартамент а вот здесь да понятно взяли апартамент и не знаю что здесь делать как с ним нельзя вести и так далее а там у вас четко вы понимаете там вы покупаете бизнес под ключ там вы являетесь больше так скажем компаньоном да нежели просто обычным обывателем если вдруг нужна более подробная информация хотя вроде подробно рассказал то пишите звоните не стесняйтесь я с большим удовольствием помогу вам разобраться в этом сложном в этом сложном рынке а теперь ребят всем пока